к йогой с вами шумки мы продолжаем проходить игруку под названием блэш блэс химаус блэс химус либо просто грешник короче мы с вами гиганта встретили я такая единственное что не сделал это здесь в монастыре не использовал свечу но я еще даже ее там не нашел я туда потому что не ходил мы с вами в сны о милосердии пришли потом пойдем на мост я помню их атаки вот эти вот неизмененные то есть они как были щелеками какими остались эти вообще слабенькие так и верхняя челюсть верхняя челюсть священника тарадарска никодемус тарадакс с широкой улыбкой и хорошими манерами никогда не отказывал женщин желающим укрыться в его церкви после обнаружения в резинции кучу костей стали понятны его истинные намерения он типа убивал этих людей вот добивание добавили да тогда кажется добивание бронем войны ладно эти с угроз как обычно здесь я не помню что было но это типа чтоб не сражаться с врагами мне кажется это первая локация который должен был пойти либо я должен был пойти в верхнюю локацию я подумал меня типа отнимается это просто они начисляются почему-то чем-то если я не ошибаюсь можно было ломать она короче про спускаюсь открываю себе сокращение пути уже не было а вот это вот не волну как вы видите они мне вообще почти ни хера не наносят так давайте что с этой стороны ловушка сидерия твои глаза подобных звездам короткий гимн на ночное небо наполнены к кающего праведной яростью и на короткое время увеличит скорость его атак то есть увеличит атаки мои насколько использование на 3 вау вот это на боссах очень полезная штука я вам говорю вот этой то что буду я юзать так а вот призраки здесь странные помните тогда призраки были фехтовальщики они типа и появлялись за спиной и нападали теперь они какие-то немного иные так чё это у нас тут шейный позвонок пивовара зихера и варвара зихер принес дурную славу своему монастырю потому потому что варил самое знаменитое в королевстве пиво однажды ночью он легендарная пивоварня его легендарная пивоварня вознеслась в небо с языками пламени что так оно все происходит нужно было проверить на секретку я вот это не знал у нас в самом деле нужно будет теперь проверять стены и желательно ходить и восполнять хп ну блин а вы сами видели оно довольно сильно улучшило мои эти показатели скорости атаки типа блин я хотел бы сейчас показать но я вспомнил что эти и заберут лучше использовать это на самой такой боссах и в горы нужно будет пойти потому что там плена мне короче нужно артефакт позволяющий мне становиться на кровавые платформы кровавые платформы это как раз это те как раз платформы которые мне нужны еще здесь показано что сюда ходил окей запомнил а подожди я здесь буду кругу доделать то есть вниз спускаюсь и сюда возвращаюсь тогда здесь в этой локации у меня должен быть противник это корнеплод так так здесь женщина у нас торговся давай станем пленниками чудо окей поехали что здесь у нас то что дарю я тебе присылок ярко это раз сохраненный в стекле маленький сосуд наполненным хмом хом 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 крохотные цветы мерцать внутри защищает от ядов так вот это полезная вещь хорошо так полая жемчужина пустой тусклый шарик а перламутра не осталось следов на но острый глаз еще может условить ли легкий синеватый блеск увеличивает урон рвения при разрешении окрашенных предметов окружающих короче это он ли для активки а вот ключ подожди 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 еще раз что ты говоришь узри мой дар тебе пусть он мал но силу его великую нельзя недоценивать поверь мне было на моих кровь королей ключ от палаты старшего брата запретный ключ который хреницем охранял старший брат братство он был потерян и палата навеки осталась запертой вот это я беру потому что это не предмет это сюжет это по заданию предмет задания ключ от палаты старшего брата стоп у меня уже был такой он был потерян я слышу о стенании того кого считать немым от рождения ибо были свидетели чудо изначального страждущего что миль что молил о наказании и получил его и слышу его стенания пусть отец больше не с нами пусть только его образы большие и малые остаются во всех священных местах и слышу его стенания это чудо дает мне услышать это моя кара как старшего брата и стража этой конгерации тайна которой есть молчание отца и слышу его стенания и не хочу больше слышать позже этого есть стенания заглушат его таково мое покаяние окей у нас есть нужный нам ключ нужный ключ от врат который находится в самом начале который мы как раз с вами видели да это очень хорошо на самом деле и сейчас мы идем сюда чтобы выполнить это вот это ой так так окей так теперь мне нужно отхилиться даже если будет босса ой будет этот босс я не хочу чтобы этот босс был корнеплод то что я думаю если я отличу а я скорее всего так и сделаю это будет плохо секретка ну нахера ты это сделал так у меня есть проход я пойду сюда я помню еще была двойная стена ну нахер ну нахер ну нахер ну нахер Бац-бац-бац-бац-бац-бац. Пустой сосуд. Изи. Плюс еще одна хилка. Это очень хорошо. Плюс один халявный сосуд. Плюс один хил. Кажешься, пусть не смущает тебя я или мой облик, ибо изменилась и я состарилась. Это моя цена, которой я плачу за столь радостный союз. Моя защита. На этом не прекращается. Тебе потребуется моя помощь, чтобы выполнить долг этой. Ляв, да будет так. Главное, что, наверное, халяву, да? А, подожди, я все-таки это босс сейчас будет. Ага. А что за дерьмо? Стопэ. Сосуд и золотой. А, мне нужно, получается, в этот сходить. В самоначальный локацию. Ну, босс, скорее всего, с левой стороны находится. По 0 налево. Вот здесь босс находится. Корневик. Да, это как раз он. О, это самый первый босс был. О, это самый первый босс был. Я помню только немножко его атаки. Ой, стой, что я туплю? О, это самый большой босс. И, что я туплю? Я туплю. Да. Бат-бат-бат-бат-бат-бат-бат Давай последний Из-за того, что у меня прокачаны атаки А бабка вообще ни хера не сделал Скорее всего, она тоже как лекарь, да? И всё Бабка Могла бы не помогать Всё сделано само Так, я вернусь, короче, сохранить Потому что мало ли я куда-то ищу Ааа, тут заперто Здесь тогда закончилась просто демо и всё Так это один из трёх Ну понятно теперь У меня ещё один остался, получается Вот что это за след? Вот, вот здесь какой-то след есть Как ангела какого-то Во имя великого суда Божий и сына чудо А подожди, я думал это другой Типа Да, расплавится золото на велике моём Да, сотрёт оно следы покоения маловой души твоей Сердце полной вины Пробудись ото сна Священная рана покаяния малого Блин, ну я на самом деле думал иначе Сны о милосердии И чё у меня за вот это Осквернённая цистерна Ты перенёс второе уничтожение покаяния Ты встретился с ликом покаяния малого Ты должен простираться перед солдом Последним священным великом Окей Так, ну я здесь сохранюсь как бы И отправлюсь в правую сторону до конца Вот это скорее всего это метание, да? И снаряд вперёд Либо это атака вперёд Не знаю Эх, неудобно Ладно, пять тысяч у нас есть Сохраниться лучше здесь Потому что если вдруг я там сдохну Чтоб я ни хер знает откуда начинал Ну блин, я не знаю, но она не так сильно тратит Поэтому, ладно Перед с каждым боссом есть у нас сохранялка Тоже как прям Какой Окей Ааа 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 Да ладно Ни фига себе Альбера. А шо за Альбера? Так. Священная рана покаянья малого. Метка остановлена золотым ликом, который показывает чистоту покаяния малого души кающего. Санта Кредо. Стих первый. И во святечество в высочайшем покаянии своим должен терпеть страдания в душе своей тремя путем. Каждый путь это пробуждение, а любое побуждение язва. Поэтому эти три язвы есть три ключа к его вечной боли, и их должны оберегать. Ой, стой, я тебе пучок забыл прочесть. Пучок чабреца. Пучок ароматических трав, которые в прошлом часто встречались в холмах вдоль бронзовых границ. Но тем не менее ценность этих трав из-за их редкости очень возросла. Особенно для тех, кто обладает целительными способностями. Это случилось незадолго до того, как к нам начали приходить люди, поражанные ужасной и неизвестной хворей. Целые семьи и страх, и млад, и даже грудные дети. Мы, братья общины наши, не смогли с ней справиться, и от этого ухода нашего не было никакого толку. И от притираний, и от молитв непрерывных мы потеряли поглощенной тьмой неизвестности. Окей, скорее всего, вот это... Да, да, всё. Отлично. То есть мы нашли первый портал. Меня сейчас как раз улучшат баночку. Думал я. Да. А чё вам банку не пою низ? Вставай и расскажи, что ты видел. Рассказал писец, не поднимая глаз от бумаги. Я получил приказ об экскурсии кающего, который похоронил около года назад. Ответил могильщик. В Альбера его все любят, и многие прихожане приходили на его могилу. Но когда я его выкопал, мы увидели кровь, выступающую из трещины на его саркофаге. Красную, как вино. Те, кто бы там поспешили, открыли крышку гроба и понесли его на плечах, глядя, как вытекает из него кровь. Другие же побежали домой искать ведро и бутылки, чтобы сохранить кровь, ту, которая никак не сновлялась. Пустой сосуд из-под желчи, сосуд из золотовой грани, из кристаллов, который может хранить священную желчь из фантомов рыданий. Где? У нас была такая же. Мы с вами ее использовали. Для своего этого. Где? Почему ее здесь нету? Алло. Что за бред? Ладно, полетели. Отдадим траву. Да елки-палки. Будьте милостивкой вещи. Благодаря твоему фожертву имбросов продолжают исполнить долг. Вы получили слезы искупления. Что это за слезы? А, это деньги. А, теперь все понятно. Ну, у меня плюс 1000, да, получается. Но у меня все равно нету того, что мне нужно. Банка, где моя еще одна банка? Не вырубаюсь. Ладно. Окей. Пальцы, поехали. Мы только нашли два портала. Хотя, как вы видите, наверное, еще нахуй... Подожди, а куда еще есть? Пойди из в горы. Должны быть по-любому. Какая-то яма. И королевца, в котором мы еще не были, замечу. Так, окей. Ну что, поехали тогда вниз. Лет, сохранится лучше. Так, тут... Я туда еще не ходил, да? Ладно, сохранится. На всякий случай. И полетели. Боссов... Блин, я думаю, что босс останется только один. А вру... У босса будет два. А мужик с булавой, который... Постоянно что-то там... Ай. Попку приплекли. А который с булавой ходил, тусовался. Так, это просто не сломай, да? И... Последний... Кого мне нужно было грохнуть? А-а-а. Окей. Так, гроховидно что-то там. Гроховидная кость исследователя Эрнандеса. Виктория Эрнандес выбрали возглавить экспедицию, призванную цивилизовывать варварские племена. И осудила за ересь, когда она заявила, будто бы Кастадия, самый цивилизованный из известных краев. Ага, круто. Так, а теперь вопрос, как мне попасть в ту сторону, где закрыто. Потому что я лично не знаю. Тут заперто. А, через решетку она не пролетает. Ага. Вот так вот. Так, а что здесь у нас было с топой? Тут я вижу еще один проход. Ладно. Могу быстро пробежать туда. А быстро не получится. А, так а если обратно, с самого начала, отсюда, отсюда пробежать. Ладно. Сохраняюсь. А что мне все равно терять? Ого, я остановлю запись, туда просто прибегу, да и все. Вернулся сюда и вспомнил, что тут врата закрыты. Найс. Все, короче, вернулся сюда, на исходный код. Нет, крысы не атакуют. Ладно. А, то есть они везде появляются. Ну, все равно это как песок. Я в какой-то канализации. Замечу, что здесь нету этих существ. Наверное, самое сложное, это была вот эта гора, вот эта вот часть. А это самое простое. Ну, я надеюсь. Здорово. Познай следующее из боли моих. Максимальный уровень здоровья увеличен, ноис. Вообще, ноис. Езди. Плюс хп. И довольно много хп. Так, что здесь? Ну, хорошо, большой проход. Ладьевидная кость прокаженного фирса. Прокаженного. От фирса отказалась его семья, его деревня и даже другие прокажанины. Единственная компания, когда он поселился... Единственная компания, когда он поселился в туннелях, расквернули цистерны. Стало ему эхо собственного голоса. Ясно. Так, ладно, ну там тупик. Понятное дело, что вам сюда идти. Они быстро очень вздыхают. Только семь. Кислотные водички. Это плохо. Так, что здесь у нас? И ядовитые пары, ясно. Видите, здесь фигня в чём? Что... А, так это ты их создаёшь. Или... Да, походу, это он их создавал. Окей, чё здесь у нас? М-м-м. Я не знаю, как они атакуются, я не хочу знать. Я хочу посмотреть остальные комнаты, и может быть тут будет где-то сейв. Снова пары. И сохраниться. Ну, яд не такой уж жёсткий, ну, кислота. Ага. Ну, слушайте, в принципе, я понял. Нам достаточно спуститься вниз. В самый низ. Если бы точнее. Мы это так и сделаем. Если будут предлагать сохраниться, лучше не сохраняться, чтобы враги не восстановились. И нужно будет прокачать себе метательный... Ну, ещё, блин, а я не знаю. Ну, поехали. Ой, блядь. Что-то я засмотрелся. А подожди, а как мне тогда оттуда подняться? Ага. И вот уже вопросы первые начинаются. Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом закончим. А в следующей серии, я думаю, и мы продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok